Дорогие мои, всем привет! Волшебная тема празднования Ивана Купала. Ждете ли вы Ивана Купала? У нас с вами уже вот-вот-вот она начнется. Конечно же нельзя пропускать этого праздника, потому что он удивительный, в нем столько силы, в нем столько энергии. Астрологически наш с вами Ивана Купала имеет смысл, потому что, например, в католическом мире, вы знаете, он привязан к летнему солнцестоянию, да, вот вообще, так сказать, во многих странах Европы Ивана Купала это государственный праздник, солнцестояние, государственный праздник. Например, вот мы сейчас были, не были, мы сейчас в Испании, и в ночь с 23 на 24 июня здесь прямо салюты, празднования, костры, и люди приходят в полночь в море купаться и загадывать желания, потому что это действительно потрясающий праздник. А наша с вами православная Ивана Купала получается ровно через две недели, да, с 6 на 7 июля, это ровно две недели, и это имеет астрологический смысл, потому что Луна делает оппозицию, то есть она становится точно противоположной вот к той точке. И в этот момент идет запуск силы солнцестояния, на самом деле его энергия запускается в Ивана Купала, поэтому не пропускаем этот день, это самый сильный день лета, самый мощный летний солнцестояние Ивана Купала, когда еще много энергии, и у вас есть шанс запрограммировать целый год, можно ставить программу прямо на год. То есть вы берете золотую свечу, или оранжевую, или желтую свечу солнечной энергии, на ней пишите вокруг фитиля свое имя, а дальше прямо на год пишите программу, там, в деньгах, то-то, 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 здоровье, то-то, 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 в работе, вы прямо расписываете всю свечу желаниями. Вы можете сделать отдельно свечи на любовь розовую, на деньги зеленые, в них прямо писать желания и программы. Это очень важно, вот в эту ночь вообще праздновать и посвятить ее, знаете, себе, наслаждению, удовольствию, любви, веселью. Можно собираться с друзьями, можно провести ночь с любимым, можно провести ночь с магией, шаманить, волшебничать, потому что вторая такая ночь будет только через год. А в Ивана Купала, правда, исполняются желания? Я не знаю, насколько здесь работает фактор веры, но я знаю людей, которые не очень в это верят, но я им посоветовала, и они в ночь на Ивана Купала это попросили, и оно случилось. А до этого не случалось никак вообще. Поэтому в Ивана Купала действительно можно прям сотворить чудеса. Можно в Ивана Купала розовые, зеленые, желтые камни. Если у вас есть дома любые розовые, желтые, зеленые, разложите их, да, положите свою фотографию. И вокруг своей фотографии разложите камушки, чтобы, да, зарядить себя их энергией. Поставьте на фотографию свечу. Пусть все горит. У кого есть возможность, прыгаем через костры. Не забываем, в Ивана Купала разжигаете костер. А первый костер, это костер очищения, и прыгаете через него девять раз, потом обходите костер против часовой стрелки, против часовой стрелки, и говорите от сглаза порчи, проклятия, злых духов, нечистой силы, правы божьей, имя. Перепрыгнули девять раз и обошли девять кругов и прочитали этот заговор. А дальше вы делаете второй костер, их можно одновременно зажечь. Вот в том плохом, очистителем костре можно сжечь какую-то свою старую одежду, можно написать листочек, а на нем написать, например, да, программы, от чего вы хотите избавиться. Какая-то болезнь, неудача. Вот прямо записать этот листочек тоже сжечь в этом костре. А второй костер, который горит рядом, это костер исполнения желаний. Этот костер мы прыгаем семь раз, либо число кратное семи. То есть, если вы молоды, легки и спортивны, то вы можете прыгнуть двадцать один раз через костер. А в этом костре вы сжёте листочки с желаниями, да, в которых вы себе прямо вот желаете всё, чего вам хочется, программируете целый год, можно прямо по месяцам. И после того, как вы прыгнули семь раз, вы обходите по часовой стрелке, да, вот в том костре против часовой стрелки, А в этом по часовой стрелке вы обходите все кругов и читаете молитву исполнения желаний. Аминь. Задуго вы можете посмотреть вот здесь под роликом. И всё, и после этого праздновать, веселиться, купаться, плавать, кататься в траве. Вообще просто. Так что не забываем празднуем Ивана Купала. И жизнь станет лучше.